Добрый день, дорогие любители русского языка! Сегодня мы с вами начинаем цикл уроков для изучения русского языка по теме орфография. Всем известно, что русский язык, да и другой любой язык состоит из 12 разделов в основном. Это основные разделы какого-то языка. В русском языке значит тоже 12 разделов. И один из самых больших и самых трудных разделов раздел орфография. Орфография, ребята, раздел русского языка, изучающий правильное написание слов. То есть в этом разделе мы узнаем, как правильно писать слова, те или иные слова. В русском языке больше 120 правил, как правильно писать слова. Правила очень разные. Есть правила полегче, есть правила потруднее. И когда мы затрудняемся в написании какого-либо слова, мы можем обратиться к орфографическому словарю. Сейчас очень много разных словарей. Но самый знаменитый, самый, как говорится, надежный словарь – это словарь Ушакова. Этим словарем со школы ученики пользуются. И он очень доступный и понятный. Самое первое правило, ребята, это правило начинают изучать уже в первом классе. Жиши пиши с буквой И. То есть после Ж и Ш никогда не пишется буква И. Надо писать только букву И. Например, уши, лыжи, жидкий, широкий, пишите, жизнь, спешим. Обратите внимание, ребята, что во всех этих словах после Ш и Ж мы слышим букву И. Почему мы пишем И, а произносим И? Потому что у нас Ш и Ж только твердые. Это такие согласные буквы, ребята, которые произносятся только твердо. Мы никогда не можем сказать Щ. Щ – это у нас уже будет совсем другая буква. И не можем сказать Ж или Д. Такой буквы в русском языке нету. К сожалению, часто мы вместо Машина говорим Машина. Это неправильно, ребята. Ш всегда надо произносить твердо. Или вместо Жизненный мы говорим Жизненный. Это тоже неправильно. Ж и Ш всегда надо произносить твердо. И. Покажем. Если вы не понимаете, если вы хотите получить бюджет, то вы можете получить бюджет. Я сейчас приехал в Россию. Я студент, я учился в бюджет. Я учился в университете. Уже почти все осталось. Первое, я учился в Апцентр YouTube канал. Я учился в университете. Для важного, я учился в увидев Ừм upgrading в prec ratchet take micron. Я учился в школе. Я учился в бюджет и студент. Второе правило русского языка тоже связано с твердыми и мягкими. ЖСЖ всегда твердые , а чаЩ stimulateurs всегда мягкие. Независимо от того, что после ЧЕ и Ще нам так и хочется написать Я, мы ЧА-ЩА должны писать с буквой А. Запомните ещё раз правило. ЧА-ЩА пиши с буквой А. Например, ЧАЙ, СКУЧАЮ, ПОЩАДА, ЩАВЕЛЬ, ВНУЧАТА, ПЛОЩАДЬ. Ещё раз, ребята, после ЧА и ЩА всегда надо писать букву А. Хотя так и слышится там буква Я. Третье правило. ЧУ-ЩУ всегда надо писать с буквой У. Например, ЧУДО. Обратите внимание, ребята, ЧУДО. Так и хочется написать Ю, но после Ч никогда Ю не пишется. ЩУКА, ЧУПАЛЬЦЫ, СХВАЧУ. ЧУБ, ДОЧУРКА, ЧУПЛЫЙ, ОЧИЩУ. Ребята, после Ж и Ш никогда не пишется Ю. У нас только есть три слова-исключение. Значит, ЧУ, ЩУ, ЖУ тоже пишется через У. Только в трёх словах пишется у нас Ю. Это слова-исключение. Первое слово- ЖУРИ. Второе слово, ребята, БРАШЮРА. И третье слово- ПАРАШЮТ. ЖУРИ. ХАКАМОН АЗОСА. ВРОН, КОНКУРС БУГАНДА, ЖУРИЛЯ УТРАДА. КУПЕНЧА, ЖУРИДЫБАЙТАМАС. Б-НОТУРА. ПИШЕТСЯ Ю, ЛИКИН, У, ДЫБАЙТИШКИРАХ, ЖУРИ. Точно так же в слове БРАШЮРА. После Ш мы пишем Ю, а произносим У. БРАШЮРА. И в слове ПАРАШЮТ. После Ш пишем Ю, а произносим У. ЖУРИ, БРАШЮРА, ПАРАШЮТ. Это, ребята, три слова ИСКЛЮЧЕНИЯ. Именно вот эти слова с буквами Ж, Ш, ЧА, ЩА для нас предоставляют большую трудность. Именно мы на БУЖЕ, ШЕ, ЧА, ЩА, ИСКЛЮТАЙДЫГОН СУЗЛА. ИСКЛЮЧЕНИЯ ХАРЫ ФЛИКСУЗЛА. КИНЧИЛИ НАТАШКИЛЬКЫЛАДЫ. УЗБИК, ВАТОДЖИК, РУССЦИЛЮ УРГАНЫУЧЕЛАРЫ УЧЮН. НЕ МЕУЧЮН, ПОТОМУ ЧТО, РЕБЯТА, ЖЕ, ШЕ У НАС СТОЛЬКО ТВЁРДЫЕ. ЖЕ БЛАНШЕНА, МАУЗ ДАРСНЫ БОЩЕ ДАЙТТИМ. МЯГКИЕ ВАРИАНТЫ ЮГ. ФАКАТ КАТТЫХ ТВЁРДЫЕ АЙТТИЛАДЫ, ЖЕ, ШЕ. ЧА, ШЕ, ФАКАТ МЮЛОЕМ, ЮМСЩОГ АЙТТИЛАДЫ, ХИЧКАЧАН, ЧЕ. ЁКИ ШЕ ДАБАЙТАН, ШЕ УЖЕ БАШКА ХАРЫВ БУЛАДЫ. ШЕ ТВЁРДЫЕ, ШЕ МЯГКИЕ. А НАЩЁ ХАРЫВЛАНЫ, ЯШЕ АДЖРАТЫШНЫ БЫЛИ ШЕНГЕЗ, КИ РАК. Таким образом, ребята, сегодня мы с вами разобрали три самых первых правила орфографии. Ещё раз давайте повторим. Первое правило. ЖИ, ШИ, ПИШИ ВСЕГДА ЧЕРЕЗ И. Второе правило. ЧА, ЩА, ВСЕГДА НАДО ПИСАТЬ ЧЕРЕЗ А. И третье правило. ЧУ, ЩУ. ПИШЕТСЯ ЧЕРЕЗ У. Ребята, чтобы вы проверили себя, правильно ли вы поняли это правило, мы вам предлагаем ссылку. Вы можете открыть ссылку, и там вам будут предложены слова, где вы можете проверить себя, вставить пропущенные буквы. Вам нужно будет вставить или буквы АЯ, или буквы И, 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 или буквы У, Ю. Любители русского языка. Я думаю, что я вам в доступной форме объяснила первые три правила орфографии, в котором вы должны научиться писать слова с ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА и ЧУ, ЩУ. Продолжайте изучать русский язык вместе с нами. До свидания, до следующей встречи!